Всем привет! С вами Универ Ньюз и я, Элина Земскова. Сегодня в эфире. КФУ улучшил позиции в рейтинге QS. В Татаринфорум состоялась пресс-конференция, посвященная серии научно-популярных лекций КФУ. В КФУ прошел кастинг телеведущих Универ ТВ-2019. КФУ значительно улучшил свои позиции в рейтинге QS среди вузов Европы и Центральной Азии. По сравнению с прошлогодними показателями, университет поднялся на 6 пунктов. Более подробно смотрите в следующем сюжете. Рейтинговое агентство QAQ или Саймонс опубликовало ежегодный рейтинг университетов страны Европы и Центральной Азии с переходной экономикой. КФУ занял 36-ю позицию рейтинга, тем самым повысив прошлогодние показатели на 6 пунктов. Евразийский рейтинг стал самым объемным за всю историю. Агентство QS оценило 568 университетов, предварительно рассмотрев 374 и официально опубликовало результаты по 350 лучшим вузам. Отметим, что среди критериев рейтинга – академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PHD, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов. Лилия Талипова, Универ Ньюс. На телеканале Универ ТВ прошел первый этап кастинга телеведущих. Показать себя пришли студенты разных институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани. Подробности в сюжете Анны Глазуновой. В очередной раз свои двери для новоиспеченных ведущих открыл телеканал Универ ТВ. На первый этап кастинга телеведущих пришли студенты разных возрастов, институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани. У каждого из них свои увлечения и таланты, но всех их объединяет желание стать ведущим. Я считаю, что как журналист, хоть и международный и базирующийся скорее на письменных текстах, я все равно должен иметь представление именно практическое о том, как работают телевизионные платформы СМИ. У каждого участника кастинга было всего пару минут, чтобы проявить себя и понравиться жюри руководителю службы новостей Универ Ньюс Радику Загидулину. Наша площадка является уникальным стартом для всех тех, кто хочет покорять медиамир. После прохождения первого этапа всем участникам необходимо будет прийти на следующий этап. На втором этапе уже будут отсматривать их специальные жюри, которые мы пригласим сюда. Это действующие ведущие. Одна из ведущих – это девушка, которая однажды прошла кастинг здесь, и теперь она является продюсером и корреспондентом на одном из телеканалов города Казани. Многие пробуют себя в роли телеведущего впервые, а у кого-то уже был опыт работы на камеру. Да, я был ведущим, но на другом телеканале, делал селфи-сюжеты. Вот здесь хочу попробовать, как это все происходит, насколько это интересно. Просто хочу на кастинг. Давно не был на кастинге, обремя пришло, все на кастинг. И вот, пожалуйста, надо сходить, попробовать свои силы, чтобы как-то проверить на всякий случай свой профессионализм. Мы поинтересовались у ребят, каким, на их взгляд, должен быть идеальный ведущий. Телеведущий в первую очередь должен быть харизматичным, ну и во вторую, по важности, очередь должен иметь хорошую дикцию. Учащая различные мероприятия, скажем, театральные постановки в театре драмы, как раз-таки находящиеся на площади Ленина, или, например, в Дворце культуры Невчи. Хорошей дикцией, возможностью подстраиваться под какие-то непредвиденные обстоятельства и, конечно, коммуникабельность, общительность. Я не могу рассказать что-то типа, о, я родилась в Уфе, потом жила в Сибири, переехала в Москву и вот я оказалась в Казани. Нет? Но я родилась в Узбекистане. Всем привет в студии Лиза Гущина. Красиво? Он должен быть открытым, должен уметь выходить из зоны комфорта, подстраиваться. Из зоны комфорта умею выходить. Переехала в Казань от мамы, очень сложно было, но переехала. Ну, я не знаю, конечно, что будет завтра, но мне бы очень хотелось стать телеведущей на Первом канале, вести доброе утро с Тимуром Соловьевым. У всех, кто пройдет два этапа кастинга, будет возможность проводить эфиры выпусков новостей Универньюз, а также прямые трансляции крупных мероприятий, которые проводит КФУ. Это день первокурсника, студенческая весна, марш Победы и другие. Результаты первого этапа будут опубликованы в группе ВКонтакте. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет в честь своего 215-го дня рождения сделает подарок жителям республики и проведет серию научно-популярных лекций в 18 городах и поселках. Подробности смотрите далее. 15 октября в информационном агентстве Татаринформ состоялась пресс-конференция, посвященная серии научно-популярных лекций Казанского федерального университета, приуроченных к 215-летию КФУ. Научный десант. Наше руководство в лице Ильшатровка Ачигафурова проявило инициативу в преддверии празднования 215-летия, юбилея Казанского университета, который состоится в ноябре. В рамках многочисленных мероприятий, конференций, концертов, фестивалей такая инициатива последовала, как проведение научного десанта. Мы вывезем наших ученых, наших спикеров, лекторов, молодых ребят, молодых ученых уже в регионы. Научный десант КФУ – это научно-популярные лекции, выступления творческих коллективов, консультации приемной комиссии, интерактивы, среди которых викторийно-профориентационные мастер-классы, опыты, эксперименты. Программа научного десанта состоит из уже проверенных интерактивов, из проверенных лекций, которые уже читались и проводились на пронауке. Принимают участие в научном десанте все учебные подразделения нашего университета. Это 13 институтов, одна высшая школа и один факультет. То есть программа очень разнообразная, будут выступать все. Известные преподаватели и ученые в доступной форме расскажут о достижениях и сложных явлениях из мира науки. Валерия Муратова, Ленарда Валитьяров, Универньюс. В стенах научно-клинического центра прецензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета прошел обучающий семинар компании МЕРК «День науки о жизни». Подробности далее. В стенах научно-клинического центра прецензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета прошел обучающий семинар компании МЕРК «День науки о жизни». Главными темами стали лабораторная и стерилизующая фильтрация, а также продукты для культурных исследований. Обучающий семинар, который в основном направлен на то, чтобы ознакомить пользователей с основными последними разработками в сфере фильтрации и основными продуктами компании МЕРК в сфере фильтрации, в сфере пробподготовки и для проведения мультиплексного анализа. МЕРК – это международная химико-фармацевтическая компания с филиалами в 61 стране мира. Она разрабатывает и производит инновационные лекарственные препараты. А также эта компания выпускает специализированные продукты для косметической, фармацевтической и биотехнологической промышленности. Благодаря тесному сотрудничеству с МЕРК КФУ получает первоклассные реагенты для проведения исследований. В первую очередь это первоклассные реагенты для проведения исследований и для получения исчерпывающих результатов анализа. Во-вторых, мы получаем всестороннюю поддержку в техническом плане, если, например, у нас возникают вопросы или в плане технического обслуживания прибора. На данном обучающем семинаре присутствовали не только сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, но и приглашенные ученые из Академии наук Республики Татарстан. Эльвира Зорина, Тимур Табаров, Универньюз. О том, какие еще мероприятия прошли в стенах КФУ, мы расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет проводит собрание с иностранными студентами первого курса, где знакомят их с правилами пребывания в Российской Федерации, а также с правилами поведения в общежитии вуза. Сегодня мы встречаемся с Узбекистаном. Вчера прошла такая же встреча со студентами из Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран Закавказья, соответственно. Завтра и послезавтра будут такие же встречи со студентами из Туркменистана. Собрание проводится с целью избежания разных социально-негативных явлений в обществе. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok